Как гениально придумал Хэтфилл, да? По хроматизму этот вот риф. Ларс, а ты знаешь, что наша песня играется по радио? Кто этим гопникам про Металлику рассказал? Может, Металлику завезли в Россию еще во времена Петра Первого? Нет, мой сынок занимается классической гитарой. Он просто боготворил их всех. Они в нем вытирали ноги. Мы взяли парня на бас-гитару, выпустили альбом и убрали бас. Я в свое время всю Металлику на кассетах получил. Я просто переписывал друзей. Я ее не покупал официально. Идеальная металлическая группа. Вот так же, только лежа. Закинув левую руку за голову, правая рука на гитаре, играл парень. Лежал на диване, играл на гитаре на открытых струнах, смотрел в потолок. Парню 27 лет. Он уже много чего добился. Он уже практически звезда, легенда. И группа у него классная. Но все, что у него есть, это музыка. Потому что музыка, это у него способ общения с этим миром, как он сам говорил. Есть музыка, а все остальное не важно. Все остальное не важно на английском. Nothing else matters. Парня звали и зовут Хэтфилд, Джеймс, Аллен. А группу зовут Металлика! Е-е-е! Ребят, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Для этого надо пойти на почту, и там вас подпишут на мой канал прямо на любом почтовом отделении Почты России. Металлика! Как много в этом звуке! Действительно, если взять и выйти на улицу, поймать какую-нибудь 15-летнюю девочку, которая ничего тяжелее инстасамки не слышала, спросить, назови любую метал-группу. Она скажет Металлика. Она Металлику никогда не слышала, но она знает, что она есть. Она знает, что есть такая группа Металлика. Почему? Однокоренное слово? Да нет. Просто вот Металлика была всегда. Я учился в 1984 году во втором классе. И у меня гопники ходили с сумками, с советскими старыми, где была ручкой нарисована значок анархии, и Металлика. Кто этим гопникам про Металлику рассказал? Они что, слышали ее, что ли, никогда? Они ее не слышали никогда? Почему они написали Металлика? Может быть, им отец рассказал в Сибири, да? А ему, а дед, а этому деду рассказали старые сибирские сказители про Металлику. Может, Металлику завезли в Россию еще во времена Петра Первого? Металлика была всегда. Вот у меня в голове такое ощущение. она абсолютный идеал, она эталон. Вот есть, как она называется, палата мер и весов международная. Там в этой международной палате мер и весов существует идеальный метр, идеальный килограмм, идеальная секунда и в отдельной комнате идеальная металлическая группа. Это Металлика. Все сравнивают всегда с Металликой все. Это тяжелее Металлики, это легче Металлики, это быстрее Металлики, это как Металлика, но не Металлика. Металлика это эталон, понимаете? Даже есть такая замечательная группа, кстати, погуглите, называется группа Биталлика. Они поют Битлз в стиле Металлики. У меня было полное ощущение, что это просто группа во времена Битлз, Металлика как бы пародировала Битлов. У Металлики нет понятия времени и нет понятия пространства. Они везде и всегда. На меня же Металлика свалилась сразу, полностью, всем своим, что называется, репертуаром. Ну, конечно, это было... Ну, кроме того, конечно же... Ну, естественно... Как гениально придумал Хэтфилл, да? По хроматизму этот вот риф. Мастер! Мастер! Ну и, конечно... У меня все это было сразу, в одном месте. Все, вместе, вот это, 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 это. Я только потом узнал, что одна песня из первого альбома, вторая песня из второго, третья из третьего, из четвертого. И это еще до 1991 года, когда «Металлика» взяла, пришла и показала, что они просто самая главная метал-группа в мире. Вы знаете этот альбом, черный альбом, и вот казалось все. Есть на земле абсолют «Металлика». Она известна всем, все ее ценят, даже кто «Металл» никогда не слышал. Песню «Nothing Last Matters» мы, конечно, слышали, и нам она тоже нравится. И я начал изучать, собственно, историю этой группы. Вы тоже можете это сделать, пойти куда-нибудь в интернет и это все обнаружить. И оказалось, что группа «Эталон», идеальная группа, у которой все прекрасно, у которой замечательные риффы, которые все любят, обожают, они стадионы собирают, эта группа с первого же момента своего существования сталкивалась с хейтом. Причем хейт кого? Хейт, самый страшный в мире хейт, хейт фанатов. Первый же альбом, конечно, вроде вызвал радость и обожание. О, «Металлика», «Kill em all», вот эти все риффы, классно, бегаем туда-сюда. И вдруг на втором альбоме «Металлики» звучит… Что? Что, блядь? Медляк? Медляк! Вы чё? Блядь, охуели, что ли? Вы, «Металлика», вы играете «Медляк»? Вот же есть группа «Слэйр». Ни одного «Медляка» за 30 лет. Вот группа «Креатор» тогда еще была такая. Тоже ни одного «Медляка». Как «Металлика» имела право записать «Медляк» в «Fate to Black»? Короче, в итоге фанаты ломали об колено эти вторые, собственно, альбомы «Металлики», потому что там, на этом альбоме, был «Медляк». Все вокруг инвестируют, покупают всякие акции, облигации. В интернете вообще каждый второй учит, как зарабатывать, не выходя из дома. Очень сложно самостоятельно разобраться, куда бежать и во что вкладывать. Сейчас будет информация для тех, кто хочет инвестировать, но не знает, с чего начать. «Альфа-банк» создал специальное приложение для покупки ценных бумаг «Альфа-инвестиции». В нем можно открыть счет для инвестиций, покупать и продавать акции, облигации и другие ценные бумаги и получать доход. В приложении легко открыть счет, пополнять и выводить деньги с карты любого банка. Для тех, кто не знает, какие акции купить, есть тематические подборки, подсказки, идеи для инвестиций от экспертов. А для новичков до конца года действует суперпредложение. Три акции по цене двух. Купите две акции на общую сумму 1000 рублей и получите третью стоимостью до 10 тысяч в подарок. Где искать ссылку вы знаете, переходите, открывайте свой брокерский счет и получайте акцию в подарок. Ладно, идем дальше. 1988 год. Все уже привыкли, что есть у Металлики медляк, и медляк такой же примерно красивый, как и тогда. Да. Песня про войну. Очень крутая. Там, конечно же, есть и вторая часть, которая немножко расслабила всех фанатов, да? Но кошмар и ужас. Кошмар и ужас случился. Они записали клип. Клип Металлика сняла для своей песни, чтобы показывать на НТВ. Фу! Опять Хэтфилд рассказывал, что вышел какой-то чувак, значит, только что бывший на концерте, подошел, значит, к Хэтфилду как бы за автографом, взял и в него и плюнул. Хэтфилд говорит, ты что творишь? Он говорит, вы сняли видео на свою песню. Второй хейт. Но это все еще были цветочки, друзья. Потому что впереди было самое страшное. В районе 2000-х годов Металлика уже поняла, что они стали суперзвездами, они уже немножко расслабились, они записали свой черный альбом. Они записали еще два альбома, Лот и Релот. Это был такой, знаете, поход в сторону Никельбек. Уже фанаты сказали, ну что это такое, это уже не металл, это уже какой-то блюз, это уже какой-то тяжелый рок. Ребята, куда вы идете? И случилось страшное. Металлика записала песню для фильма. Песнь называлась «I disappear». Эта песня попала в интернет. И на тот момент у людей появился такой удивительный способ распространения между собой файлов и музыки, как «напстер». А что такое «напстер»? Это старый добрый файлообменник. Сейчас файлов обменников полным-полно, тогда он был единственный и первый. И все фанаты, естественно, узнав, что есть такая песня, стали друг другу ее передавать. Песня еще не выпущена, фильм еще не вышел, а она уже играется на 20 радиостанциях. Естественно, продюсер звонит кому? Конечно же, Урлиху, Ларсу. И говорит, Ларс, а ты знаешь, что наша песня играется по радио? Ларс говорит, как играется, мы же, что это за такое? Ну вот есть такая, значит, программка, она называется «напстер», они друг другу передают, фанаты, собственно говоря, «металлики» друг другу передают песню. Что делает «металлика»? Ларс Урлих подает в суд. Не только на «напстер», но и на все, значит, университеты, внутри которых идет распространение этой песни. И случается страшное. Можешь себе представить? Было заблокировано 300 тысяч аккаунтов пользователей, которые слушали «металлику». Если вы сейчас загуглите Ларс Урлих и там просто «напстер» наберете, да, вместе в поисковике, вы увидите там какой-то мультик, значит, где очень в карикатурном виде изображен Урлих, который никогда мало денег, который... Короче, это был скандал более чем громкий. «Металлика» пошла не просто против своих хейтеров, которые их не любят, она пошла против фанатов. Потом уже сказали, что, в принципе, бесплатное распространение музыки, наоборот, стимулирует людей к тому, чтобы купить альбом. Вот я в свое время всю «металлику» на кассетах получил, я просто переписывал друзей, я ее не покупал официально. Но сейчас, когда я уже вырос и до сих пор люблю «металлику», я, естественно, покупаю официально все их альбомы, хотя я их знаю наизусть. И таким же образом работает система бесплатного распространения, как потом выяснилось. Но на тот момент «металлика» стала самым ярым борцом с пиратством, ну и наказав при этом своих слушателей. «Металлику» хейтили очень страшно. И за то, что они скатились в Никельбэк, за то, что они забанили своих собственных фанатов. Это как вообще? До чего можно дойти? И, а сейчас мы идем немножко назад и скажем, что, конечно, помимо всяких хейтов, было еще две проблемы у «металлики». Одна серьезная — это в 1986 году погиб их басист Клифф Бертон. Вообще Клифф Бертон — это был тот басист, которого «металлика» уламывало прямо пойти к себе играть, потому что Хэтлд рассказывал, они пошли его послушать. Он играл в другой группе, и он на басу играл как на гитаре, там пилил сольники, значит, с драйвом. И они такие, ой, неужели это бас звучит? А это был реально бас. И, конечно, они его уговорили участвовать. А у Бертона, у Клиффа было более такое, ну, академическое образование музыкальное. И поэтому, когда некоторые вещи «металлики» играет, например, какой-нибудь мальчик, сидя дома у себя, да, на гитарке, например. Вот если мальчик играет такую вот классику на гитаре, и мама спрашивает, сынок, что ты играешь? Он говорит, я играю. Классическое произведение. А кто написал? Какой-то западный иностранный композитор. Ой, красиво как. Это правда классика? Да, мамуля? Это классика. Оу, еа. Звучит как произведение для гитары. Прекрасно. Но кто скажет, что это «металлика» из родителей? Нет, мой сынок занимается классической гитарой. Вот молодец сына. Как здорово, что он играет что-то нормальное, а не вот эту всякую ерунду. Да? Металлическую. А это, между прочим, «металлика». И более того, это тот самый Клифф Бертон. И, конечно, он был очень важным членом группы. И он погиб. Он погиб. Довольно страшная история была. Они ехали на гастроли. Автобус перевернулся. Он вылетел из автобуса. Его автобусом, собственно, придавило. Оправиться с этой потерей было сложно. И «металлика», кстати, не оправилась. То есть как? Они решили продолжать. Они устроили слушание. И они взяли на место Клиффа Бертона басиста, которого звали Джейсон Юстуд. И проблема была в том, что они взяли басиста, но они старого басиста еще не отпустили. И они издевались над этим несчастным Юстудом все время существования Юстуда в группе. И еще проблема была в том, что, как сам говорил Хэтфилд, мы хотели из Юстуда выбить фаната. Юстуд был фанатом группы «металлика». Он прыгал до потолка, когда его взяли в группу, и смотрел все время им в рот, и хотел им как-то... Ну, он же фанат, поэтому понятно, что он просто боготворил их всех. А они его посылали нахуй, они об него вытирали ноги. И это продолжалось бесконечно долго. Чтобы вы понимали, как издевались над ним ребята, они же его взяли в 87-м году, сразу после трагической гибели Клиффа, да? И взяли вроде в группу, и даже записали какой-то альбом каверов, где, собственно, Юстуд уже играл, да? Ну, помните это, например. Хелплесс! Хелплесс! Слышно прекрасно бас-гитару, они сыграны, клево, парня проверили на все. Ура, ура, ура! А потом был альбом 1988 года «And Justice for All». Помните? Там вообще баса не слышно. Это альбом, на котором не слышно баса. Мы взяли парня на бас-гитару, выпустили альбом и убрали бас. Ну, как так? Потом Урлих говорил, что это не я. Что это, как бы, не я это делал, это просто как-то так странно свели. Хотя человек, который сводил альбом, говорит, что это была личная просьба Урлиха минус 6 децибел на бас пустить. То есть человека взяли в группу, записали бас-гитару, и ее не слышно. И говорят, кстати, напишите в интернете, вы видели это или нет, потому что мне рассказывал кто-то, что люди, фанаты, были настолько возмущены этим событием, что они где-то нашли эти исходники и выпустили альбом, который называется не «And Justice for All», а «And Jason for All». То есть альбом 1988 года, где слышно бас-гитару. И вот этот вот альбом, говорят, где-то есть в сети. Если вы знаете где, киньте ссылочку, я скачаю. И по сути дела, Newstead стал таким, ну как это называется, козлом отпущения, как обычно говорят, да, для того, чтобы вот Металлика это пережила. И как раз в момент, когда был Napster, уже после Napster, когда уже Металлик выпустил какие-то супер какие-то попсовые альбомы, и когда уже все непонятно куда шло, и Хэтфилд занялся семьей, он женился, у него пошли дети, Урлик занялся тоже семьей, он занимался бизнесом, и значит Хэммит тоже там занимался семьей. И вдруг Newstead говорит, ребят, ну вы все семьями заняты, у меня семьи нет, я хочу играть еще, у Металлики сейчас не очень как бы активная фаза. Давайте я пойду куда-то еще поиграю, спросил он у Хэтфилда. Спросил у человека, который издевался над ним все, время существования в группе, и он надеялся на то, что Хэтфилд скажет, ну ладно, что мы над тобой издевались, столько времени, ты хочешь сделать сольную карьеру, или хотя бы просто какой-то сайт-проект, пожалуйста, иди. А Хэтфилд ему сказал, хуй тебе, ты в Металлике, и только в Металлике, ты больше не играешь нигде. Ты понимаешь это или нет? И Newstead, тот самый фанат, от которого ноги вытирали, сказал, тогда я ухожу. Это был удар такой, что Металлика практически развалилась. Было смешно, что они, ну это часто бывает, знаете, вот у Битлов была такая история, они собрали съемочную группу и решили записать, то, как они создают альбом, и чтобы потом показать людям, как они здорово и прекрасно, значит, умеют ладить между собой, внутри коллектива, создают что-то, какое-то творение, а в итоге они сняли, собственно, фильм о том, как они развалились, да? Так вот, Металлика сделала так же, они пригласили, значит, съемочную группу, чтобы снять, как они записывают новый альбом, в итоге они сняли, как они развалились. Some kind of monster называется этот фильм, посмотрите, там все эти ужасы, кошмары, взаимоотношений, как хлопает дверями Хэтфилд, как кричит на Хэтфилда урлих вот так прям в лицо, fuck you, fuck you, там просто такое напряжение, что все кажется, группы больше нет. В итоге они как-то собираются с силами, приглашают к себе психолога, группа приглашает к себе психолога, чтобы психолог наладил отношения, собираются вместе и выпускают очень странный альбом, который называется Стрэнгер. Ну, я не буду приводить никакой пример, там примерно все в таком духе. Такое все тяжелое, страшное, какое-то такое всем... Видно было, сколько злости и сколько сделано все на отъебись в этом альбоме, лишь бы просто сыграть хоть что-то. А потом был Death Magnetics, а потом, собственно говоря, в 2018 году уже был альбом, который вы тоже наверняка слышали, который называется Hardware to Self-Destruct, Металлика вернулась. Ну и еще про хейт. Вот Металлика играет. Хорошо, плохо попадает, не попадает. И тут начинают разбирать музыканты игру и говорят, слушайте, а Урлих один из худших барабанщиков вообще в индустрии, он играет криво. А, посмотрите, криво, 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 давайте послушаем, вот криво, да, криво, действительно. А Урлих говорит, да мне пофиг, я играю не криво, я играю вместе с Хэтфилдом. Вот так вот вместе. Но мы вместе, он криво и я криво, мы попадаем друг в друга, нам это и нужно. Ну а про Хэммета, что говорят, господи, и у нас в Ютубе, и у них в Ютубе что? Хэммет это человек, который все сольники свои примерно играет следующим образом. Слушайте, я не знаю, я как Хэммет не могу, ну, в принципе, его сольники выгребать. Я знаю только одно, что и Хэммет, и Урлих, и Хэтфилд, и в данном случае Трухилио, это один коллектив, который играет, слаженно и хорошо. Хорошо в смысле, друг к другу они подходят. То, что они иногда не попадают в ритм, иногда даже не попадают в тональность, господи, а кто попадает? Покажите мне пальцем. Но! Металлика стала уже прям группой патриархов. Хэтфилд превратился в папу Хэда. Вот я превратился для многих в дядю Сашу, а Хэтфилд стал еще ближе, он стал папа Хэд. То есть это уже не просто дедушка, не просто дядя, он папа. Папа Хэт. И для меня, естественно, всегда и навсегда теперь уже Металлика останется вне времени, как я говорил, и вне пространства, и она будет оставаться теми моими, по сути, родителями хард-рока, на которых я равняюсь, за которыми я слежу и за которыми я наблюдаю. Ребят, большая просьба, не за себя прошу, за Металлику. Поставьте колокольчик где-нибудь там, и подпишитесь, ну и лайк, дизлайк, как вы любите. Слушайте Металлику, и даже если Металлика играет не свои песни, она все равно это делает так, как это делает Металлика. Металлика. Субтитры сделал DimaTorzok